Художник – это творческая профессия, берущая свое начало из глубины веков. Это человек, делающий мир еще прекрасней. Он не просто отражает в своих произведениях красоту мира, а вкладывает в них свои чувства и мысли. Не каждому человеку дан такой талант. Одной из тех, кто удостоился обладать этим прекрасным умением, стала жительница села Натырбова Галина Николаевна Диденко, с которой мы встретились 11 июля. В 1984 году она поступила в Адгейский государственный университет имени Андрухаева в отделении изобразительного искусства и проучилась там 4 года. О том, что толкнуло ее к выбору этой профессии, она говорит следующее. Это было еще, наверное, в классе пятом, когда к нам приехала с Майкупа агитировать поступление в училище Асяна Завуровна. Как сейчас помню, это учитель по математике. И она доступно, так заинтриговала, рассказала о колледже. И очень было интересно попробовать свои силы. А свои, сказать не таланты, а просто лучшие навыки в рисовании, да, это в школе еще в начальных классах, наверное, отличались рисуночки от одноклассников. По крайней мере, так говорил преподаватель. Муз поступила на отделение изобразительного искусства без экзаменов по аттестату. Единственное, что сдавали, это рисунок сдавали. Экзамен был по рисунку, и я его сдала. О времени, проведенном в училище, Галина Николаевна отзывается с благодарностью и теплотой в голосе. Много, картин было много, занятия были плодотворные. Очень рада, что я закончила это училище. Очень сильное училище, сильные преподаватели. Огромное им спасибо. Потом, как тогда был директор, строгий, но очень справедливый. Работ было много, но, как полагается, все раздарились, подарились, разобрались. А что вы больше любили писать? Например, или природа? Природа. Природа. Хотя получались и портреты, и натюрморты, но природа была ближе. После завершения учебы она долгое время работала в школе и по совместительству в детской школе искусств. Стаж ее работы на сегодняшний день составляет 27 лет. После учебы у нас еще тогда существовало по направлениям отправляли нас работать. И я по направлению попала в Крым. Но по приезду туда оказалось, что там такие уже были заняты места. И я вернулась назад. С 89-го года я работаю в школе номер 8, полушушку номер 8. А потом как-то получилось, что с детской школы искусств уехал преподаватель. И перед тем, как уехать, он просто приехал ко мне и предложил, вот, пожалуйста, поработай, вот, пока найдут сюда учителя. Ну, так получилось, что не нашли. Как начала я здесь работать, так и продолжаю. Мне очень нравится. Галина Николаевна рассказала нам о том, в каких конкурсах принимают участие ее подопечные. И о местах, которые они занимают. Два класса. Первый и второй класс. Ну, считается, наверное, что это большие наборы. Потому что в прошлые годы было по 7 человек, по 5. В этом году в первом классе 13 человек, а во втором классе 12. Детки как? С удовольствием приходят? С удовольствием. Детки ходят с удовольствием. Редко, когда пропускают. И если пропуски, то только по болезни. Конкурсом стараемся часто принимать участие. В основном мы работаем с московскими конкурсами, откуда нам всегда с благодарностью благодарим их за это, что всегда, какую бы работу не отсылали, а не всегда деток поощряют. Пускай это даже будет не призовое место, даже грамота за участие, но всегда приходит. Были призеры, у нас и первые места, и дипломы у нас, и сертификаты, и серебряные. Сначала с бронзы начали, потом серебро, и вот последний пришел золотой сертификат у нас есть. Как и в любом процессе обучения, есть более одаренные ученики, которые стараются глубже вникнуть в данный предмет. Первочки, они всегда все стараются, все такие интересные, все стараются. Здесь кого-то не выделишь. А вот второй класс, да, есть такие быстрые девчонки у меня две. Две сестренки ходят, Кадзасова Лера и Кадзасова Полина. Полина, она постарше, такая девочка степенная, рассудительная. А Лерка, она такая, быстро в ней все работы, очень быстро и получается. Она может за один урок две работы сделать. Если кто-то одну не успевает, она успевает две. И они как бы друг друга одна подгоняет, а другая ее остепеняет. Вот их бы хотелось выделить, такие девчонки молодцы. А вот сейчас у вас получается писать картину? Честно? Если честно, то никогда. Все внимание отдается детям с ними. Домой приходит просто усталость. В конце нашей беседы Галина Николаевна особенно отметила, что работа для нее все. Это жизнь, это движение, яркие краски и, конечно же, общение. Работа, наверное, это жизнь. Я люблю детей, люблю свою работу. Вот и все. Как говорят, идешь на работу, как на праздник. Да, можно сказать так.